Это история про хищника, который обладал немыслимой хитростью лисицы, верностью лебедя, умом ворона и обличием волка. Произошла история в позапрошлом веке в Мексике. В одном из ее регионов жил и охотился матерый волк, которому пастухи дали прозвище Лоба. Страх и ужас просыпался в сердцах людей, стоило ему появиться в долине, во главе своей стаи. Хотя его семья не отличалась численностью, она наносила огромный ущерб местным скотоводам. Волчье семейство было небольшое, но вожак Лоба обладал хитростью лисицы и неординарной сообразительностью. Многие пастухи хотели выследить и подстрелить хотя бы одного члена его стаи, но все их попытки были без успеха. Однажды ночью стая волков совершила дерзкое нападение на овечью отару. Не зря баранов и овец считают самыми глупыми животными, так оно и есть. Они нуждаются в вожаках и обычно эту роль играют козы. Волки задрали всех коз и бестолковые овцы в панике разбежались по долине. Лоба выбрал для охоты темную безлунную ночь и люди безуспешно пытались собрать уцелевший скот, глуждая в потемках. На следующий день вся долина была усеяна трупами животных, которые волки уничтожали поодиночке. Тогда пастухи объявили охоту и в первый раз назначили награду за Лоба. Еще один случай показал, насколько был умен этот серый хищник. Когда пастух увидел, что стая набросилась на убитую корову, он спугнул волков и полил тушу ядом. Через некоторое время волки вернулись, но доели только те части, которые были без отравы. Каким образом они узнали, какое мясо было чистым, а какое непригодным для еды, неизвестно. После этого цена за голову вожака возросла во много раз. За него давали уже тысячу долларов. Бывалый охотник из Техаса по имени Генри решил попытать удачу и отправился на охоту вместе со стаей своих матерых волкодавов и парой лошадей. Кроме того, у него был целый арсенал оружия, в том числе охотничьи карабины и крупнокалиберная винтовка, с которой он ходил даже на медведя-гризли. Он прославился тем, что заполучил множество охотничьих трофеев и самонадеянно полагал, что легко справиться с задачей. Его собаки быстро взяли след и охота началась. В тот день они стаю так и не настигли, а Генри не досчитался трех собак. На следующий день история повторилась. Он сделал еще две попытки и потерял не только большую часть своих верных помощников, но и лошадь. Генри потерпел поражение и с позором вернулся на родину. Оказалось, что даже самый страшный хищник-гризли был более легкой добычей, чем поджарый степной волк. Другие храбрецы тоже пытались выследить стаю, но удача улыбнулась им не больше. Казалось, лобо непобедим, а его стая вечно будет наводить страх на округу. Фермер, который больше всего страдал от стаи, пригласил еще одного знаменитого ловца волков по имени Эрнеста Томпсон. Тот охотник принял предложение, поскольку молва о кровавом хищнике дошла и до него. Он учел все ошибки своих предшественников и кардинально сменил тактику, начав с наблюдения. Охотник выследил стаю, расставил ловушки и разложил мясо с ядом. Но волки обходили все капканы стороной и не приближались к отраве. Человек придумывал все новые хитрости, надевал маску, резал мясо деревянным ножом, использовал перчатки, чтобы не оставлять своего запаха, но все было напрасно. Хитрый лобо поедал только ту пищу, которую добывал сам и метил места с капканами, предупреждая соплеменников об опасности. Все эти события и поступки волков породили множество слухов. В долине даже рассказывали, что это не простой волк, а настоящий оборотень.